Известие о смерти Валентина Гафта, который скончался 12 декабря в 85 лет, застало Людмилу Паргину на курорте. Вдова Николая Караченцева, по ее словам, близко дружила с Валентином Иосифовичем. Однако не пришла на его похороны, так как на нее накатила тоска и она укатила понежиться к морю. При этом Людмила Андреевна призналась, что Гафт в последние месяцы жизни был в очень плохом состоянии. Мы недавно записывали передачу у Андрюши Малахова, посвященную юбилею Оли Остраумовой. И уже тогда мы все понимали, что жизнь Вали подходит к финалу. Мы с Колей его обожали. Он был нежнейшим человеком, невероятной тонкости души. Но он уже несколько лет страдал болезнью Паркинсона. Он был в очень плохом состоянии, сказала вдова Николая Караченцева. По словам Людмилы Паргиной, актер, обожаемый всей страной за его роли в фильмах «Чародей и гараж», не мог уже разговаривать. «Мы все, конечно, знали, что это должно было произойти скоро. Конечно, очень грустно. Но мы все когда-нибудь уйдем из этой жизни», – вздыхает 72-летняя артистка. Сама Людмила Андреевна посетить похороны друга не смогла. В настоящее время она отдыхает в Турции в отеле премиум-класса. По словам актрисы, в Москве на нее напала тоска, поэтому она решила немедля уехать на курорт. Стоит отметить, что в сентябре, в день 85-летия Гафта, его жена Ольга Остраумова рассказала о его состоянии. Присутствие множества людей его раздражает. «Это лежачий больной. Мы за ним ухаживаем, в кресле вывозим гулять. Он не разговаривает. Все понимает, порой что-то говорит, без звука. Но мы его научились понимать.